Привет, друзья! Давно мы с вами не обсуждали тему Петра Алексеевича Порошенко, а на самом-то деле за это время он уже 17-й раз не явился на допрос в ГБР. Ну и пока у него растут дела, он, конечно же, чем-то занимается. А вот чем конкретно, прямо сейчас будем говорить в моем новом блоге. Присоединяйся к политическому инспектору и будь всегда в курсе того, что происходит в твоей стране. Обязательно оставляй комментарии и делись этим видео с другими, если оно тебе понравится. Но и еще раз обращаю ваше внимание, что если вдруг вы перестали получать от нас информацию, не исключено, что YouTube вас отписал за неактивность. Поэтому как-то дайте о себе знать, поставьте плюсик или лайк. Что ж, а сейчас поехали. Не так давно сеть колыхнула видео, где Порошенко летит в Харьков эконом-классом. Ну, все мы прекрасно понимаем, что это чистая воды показуха, потому что, ну, где Порошенко и Мальдивы, а где Харьков эконом-класс. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что он выбрал похожую тактику, как у Зеленского, нужно быть ближе к народу. Но вот куда он на самом деле летел? Оказывается, он летел на Донбасс, причем еще и не один, а с хрешчайной матерью Украины Ириной Герасченко. Обратили внимание, что на этой фотографии улыбчивы только Герасченко и Порошенко, а вот ребята в форме как-то грустят. И знаете, я совершенно не удивлюсь, что этих ребят просто выгнали на плац и заставили фотографироваться с экс-президентом. Ну и по большому счету, чему радоваться ребятам? Ведь они на передовой, ведь они обучаются воевать, что не скажешь о детях Порошенко. Те по Европам, по островам, ну, максимум за папу плакат подержать перед ГБР. Ну и как же обойтись без гимна? Это уже, мне кажется, какая-то прям фишка европейской солидарности. Главное петь много, громко, везде и всегда. Ну и да, волшебная Порошенковская дякую. Это он тоже использует везде и всегда. Это лидер политической партии Европейская солидарность присоединился к печи НИКапитуляции. А это он провел встречу с президентом Всемирного конгресса украинцев. Полетел за поддержку, так сказать. Так что дякую. Знаете, у меня блога даже не хватит, пока я начну вам показывать и причислять все эти лживые дякую. Но на этом шоу Порошенко не заканчивается. Теперь он притворился школьникам и уселся даже за одну парту в Авдеевке. Так и хочется попросить. Ребята, шепните ему, что предвыборная кампания в президенты уже закончилась. Где же твое сердце было, когда ты допустил войну? А это еще одно фото Порошенко в станице Луганской. Как вам такой комментарий? Одно дело быть патриотом в Киеве и совершенно другое находиться на прифронтовой зоне. Так что ж ты отсиживаешься в Киеве, собственно говоря? Хотя нет, даже не в Киеве. То в Лондоне посещая свою подружку, то опять же таки на Мальдивах восстанавливаешься. И кстати, уже не при твоей бытности разводили войска в станице Луганской и восстанавливают мост. Так что как-то даже некрасиво идти и пиариться на чужих делах. Кстати, я вспомнила интересную деталь. Когда-то Порошенко в программе «Шавки Ахметова» Шустера обещал приехать на Донбасс с визитом. Где-то так, через месяца полтора. Видимо, это оно и есть. Его пригласил Денис Денищенко, который самостоятельно вышел из партии Петра Порошенко. В 2016 году я вышел самостоятельно из партии. Написал заявление, написал свои предложения. Но Петр Алексеевич не стал их читать, не захотел. А вот лично мне до сих пор непонятно, чем же Порошенко был так занят, что не смог услышать своих представителей. Однако я хочу вас пригласить в Луганскую область. Сейчас уже не в статусе президента, а в статусе гражданина Украины. Порошенко, видимо, тогда для себя это отметил. И понял, что за ним следят пристально и рано или поздно, но напомнят о его обещании. Видите совершенно другую Луганщину, не ту, которую вам показывали все эти пять лет. Потому что на самом деле вам показывали потемкинские деревни. Я хочу, чтобы вы приехали вместе со мной на станицу Луганскую. И чтобы вы пообщались с теми людьми, которые идут на оккупированную территорию. Потому что пять лет этих людей унижали. Пять лет этих людей уничтожили. А вот он и доехал. Только Денисченко я нигде с ним не вижу. И, кстати, недостроенный дом тоже. Дом, который сделали для переселенцев, и который год назад вы должны были открыть. В июне месяце 2018 года. И подарить там квартиры, ордера. Просто часто вам давали перерезать здесь ленточки. Только этот дом был сделан до четвертого этажа. А хотя нет, вижу, там он такой не один. И Порошенко опять обещает, что, конечно же, когда-нибудь. Но достроим. В конце концов, можно еще пять лет подождать. А если Порошенко в скором будущем посадит, то, наверное, даже придется ждать дольше. Хотя, вы знаете, в эту поездку Порошенко все же подарил дом. Мы собирались, наверное, ходить с Марьинком, подождать дом, который был уничтожен. Обстрел у нас в российских комплекционных войск. И мы приняли решение, что мы не останемся на своей стороне Пашек-Топад. И хлопцы звонили, наши волонтеры и войсковы поддерживали. Это Алексей Петров, офицер, который тоже принял сам и его участь в том, чтобы вырешить эти вопросы. Хотя появились слухи, что это даже подарок не совсем Порошенко, а как-то каким-то боком там завязан Ахметов. Но пока это только слухи, и просто мы об этом говорим, но не утверждаем. Я на самом деле очень рада за эту семью, что у них наконец-то будет крыша над головой. Но давайте будем честны. Опять показательное выступление на камеру. И по большому счету для Порошенко так называемой зоне отчуждения на сегодняшний момент подарить дом – это все равно, что в ресторане погулять. Тем более, как Порошенко умеет пафосно дарить квартиры, а потом делать об этом чуть ли не часовую программу на телеканале прямой, мы уже знаем. Помните, это касалось истории шахтеров из лесовой. В тот момент даже жена шахтера сказала, что неужели для того, чтобы получить квартиру, нужно заплатить такую цену – смерть мужа. В аварии все бачили жинку, дружину загиблого шахтеря Михайла Павлика. Дайте, пожалуйста, дышим. Да и опять же, Зеленский уже так делал. Какая же в итоге цель поездки, спросите вы? Да, на самом деле очень простая. СБУ сейчас сообщает, что у Порошенко по-настоящему пригорает, и он нервничает. Он понимает, что у него остается всего лишь месяц для того, чтобы организовать Майдан и сделать реванш. Катализатором протестов может быть сама нормандская встреча, которая должна быть где-то в 15-20 числах ноября. Будут разгонять следующий месседж, что это была встреча про капитуляцию, или Зеленский сливает в Украину, ну и все в таком духе. И вот, кстати, его пост только подтверждает появляющиеся инсайды. Источник поясняет, что Порошенко сейчас подтягивает все силы к годовщинам Майдана. Ну и, естественно, он подтягивает электорат и на Донбасс. Но пока его поклонники поют гимны, Порошенко переписывает свой бизнес на старшего сына Алексея. Причин для этого может быть на самом деле две. Первое – это опасения по поводу своих активов в связи с уголовными делами. Ну а второе – это здоровье экс-президента. Корпорация «Рошен» тоже не опровергает информацию о том, что Порошенко переписывает бизнес на старшего сына. Но комментировать отказывается. Говорят, мол, пусть вам бенефициары это и объясняют. Процесс, конечно же, идет не публично и никаких заявлений об этом не было. Впервые об этой информации стало известно 6 ноября. Хотя в процессе расследования оказалось, что уже до этого некоторые активы этой корпорации стали принадлежать старшему сыну Порошенко. И началось это еще с 20 мая 2019 года. То есть, понимаете, уже в предвыборной гонке Порошенко прекрасно понимал, что нужно себя страховать. Все-таки знает, что у него рыльца в пушке. И все мы думали, что фабрику Порошенко нет, потому что по закону так нельзя. А оказывается, на самом деле они есть только у сына. Так что, как всегда, Порошенко продолжает кормить нас завтраками. И на самом деле он не просто получает проценты, а стопроцентный доход от своего бизнеса. Есть еще новости. Не так давно в квартире Владимира Макеенко технического владельца телеканала «Прямой» был проведен обыск. Причиной стала неуплата налогов при покупке телеканала. Он, конечно же, был этим возмущен. От меня, если вы видите, не подходят бизнесмены, банкиры и говорят «Володя, ну меня знают 30 лет. Что происходит? Как можно вкладывать в государство деньги, если у нас продолжение каких-то масок, шоу? Мне нет, что сказать, потому что я еще не видел решения судов, какие основы были». И, видимо, пожаловался Порошенко. И вот, экс-президент РУК просается защищать бывшего, между прочим, соратника Януковича Владимира Макеенко. Вот лично для меня, опять же, странно. Если Порошенко не имеет отношения к телеканалу «Прямой», как он это утверждает, то откуда такая защита свободы слова и телеканала? Петр Алексеевич обратился к Зеленскому и прокомментировал эти события. «Его вмешательство, давление правоохранительных органов на телеканал «Прямой» и его владельца Владимира Макеенко – это лишь составная часть общего процесса, который сейчас происходит в Украине, и это не имеет ничего общего с европейскими стандартами». Об этом заявил лидер партии «Европейская солидарность», народный депутат. Порошенко использует очень популярную ныне риторику «свободное слово журналиста». Но, к сожалению, память у него короткая, он забывает, что именно его парохоботы принимали активное участие, когда стал вопрос о закрытии телеканала «Ньюзван». Ну и раз мы уже заговорили за телеканал «Прямой», то, конечно, я не могу не обсудить с вами это шоу, это маски-шоу, которое устроили на канале Порошенко. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что в одном из своих блогов я рассказывала, как журналистка телеканала «Прямой» в Харькове решила подмазаться под митинг против закрытия рынка Барабашова и выдать его за митинг против капитуляции, против формулы Штанмайя. Теперь «Прямой» удивил еще больше. В общем, смотрите сами. Я прекрасно вас понимаю, если вы не видели это шоу ранее, то вы в легком недоумевании. Но это только начало. На подставном канале подставные террористы напугали подставных зрителей, да еще и расстреляли якобы телеведущего. Порошенко любит такие шоу и даже очень этим гордится. Что-то подобное уже было во время апрельских этипатов, когда объявили о том, что студию заминировали, но Порошенко сказал, что будет стоять до последнего, до конца. Этим видео я, наверное, хочу сделать акцент на двух вещах. Первое. Порошенко, собственно, не очень переживает за нервную систему людей. Пугать так, пугать и по-настоящему. Ведь на самом деле эти подставные зрители в студии реально не понимали, что происходит. И если вы обратили внимание, то там большая часть пенсионеров, и они действительно испугались. Но нам же нужна настоящая живая картинка, чтобы потом, ох, как повеселиться над этим. Ну и второе, все, что делает Порошенко, это, к сожалению, и ах, шоу. Как, собственно говоря, и очередное шоу с Верой, которое, видимо, хранится исключительно в кабинетах европейской солидарности в офисе Петра Порошенко. Но ничего, осталось совсем немного времени, и даже Волкер тебе не поможет. Почему я вспомнила о Волкерах? Да я вам сейчас объясню. Оказывается, Волкер просил Зеленского не преследовать Порошенко. Об этом заявил поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 14 сентября он и Волкер беседовали за ужином Зеленским, Ермаком, и с украинской стороны был еще один человек. Волкер намекнул Ермаку и этому еще одному, которого фамилия Новиков, что стоило бы перестать преследовать Порошенко. Мол, нужно все забыть и идти вперед. И тогда Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали своих родственников, которые были убиты и ранены во время войны. Ну и раз мы так уж плавно перетекли в тему военную, еще одно интересное событие, или, скажем так, негативный факт. А речь идет об успехах Петра Алексеевича в построении армии Украины. За 10 лет Харьковский завод имени Малышева выпустил всего лишь один танк. Но, допустим, Янукович этим не занимался, но мы-то знаем, кто бил себя в грудь и кричал, что армия наша все. Ни контрактов на экспорт, ни изготовления военной техники для нашей армии. Все-таки сложные, говорит, времена война жива, круг не до этого сейчас. Вот таким вот образом Порошенко обеспечивает наше спокойствие и нашу армию. И неудивительно, что многие отказываются туда идти, и их вынуждены отлавливать в прямом смысле этого слова. Вот так вот Порошенко заботится обо всем, всех и всяк. «Так почему же так недовольны Порошенко?» – спросим мы. Вы посмотрите, сколько он хороших, благих дел сотворил. Научили пенсионеров вышивать мелочью в кармане на грани смерти. Довел образование до такой степени, что молодежь вынуждена уезжать в другие страны для того, чтобы не только обучаться, а еще и зарабатывать и развиваться. Подняли коммуналку для того, чтобы депутаты могли где-то воровать, а их дети отдыхать. Видите, как хорошо мы с вами жили. А тут пришел злой Зеленский и стал нарушать порядочные порядки. Не побоюсь даже такой-то автологии. Петр Алексеевич, не возвращайтесь, пожалуйста, больше. Мы не хотим так хорошо жить.